Всем привет из Франции! Мои самые наилучные пожелания. Сегодня наконец-то у меня дошли руки до того, чтобы сделать видеоотчет о моем похудении по диете французского диетолога и как она еще является специалистом по питанию для тех, у кого замедленный метаболизм. Ну что, за прошедший месяц, как я начала диету с июля месяца, я потеряла 6 килограмм. Скажу честно, что результат меня просто удивил и поразил, поскольку я не надеялась даже похудеть и на 4 килограмма, так как, во-первых, неделя диеты просто выпала из режима, так скажем, поскольку мы были в отпуске. Отпуск проходил в Андорре, там каталанская кухня, которая все жарится во фритюре, жирная, ну и, как сами понимаете, ужины были после 8 вечера. Это первое. Второе. Естественно, если мы были в ресторане, то заказывался оператив какой-то коктейль, и потом с едой было вино. Это, конечно же, никак не способствует диете. Далее. Диету я еще скажу к тому, что нарушала и нарушала часто и много, поскольку в конце я заменила некоторые продукты на те, которые мне хотелось. Я употреблять стала больше фруктов, это раз. Затем завтраки не всегда были такие, как она обозначила. По поводу самой диеты у меня есть отдельное видео, кто не знаком, можете посмотреть, я оставлю ссылочку. Дальше. В сауну из обещанных раз в неделю был вообще всего лишь один раз за месяц. Упражнения, физкультура тоже практически напрочь отсутствовали. Из физических упражнений была только ходьба. Это прогулки с коляской, ну, примерно где-то 2 часа в день. Ну, и домашние заботы, беготня за ребенком и так далее. Все остальное, как бы, было мною нарушено, поскольку я обещала заниматься спортом как минимум 30 минут в день, 30-45, и хотя бы, даже если даже не каждый день, то хотя бы 2-3 раза в неделю. Но я этого не делала. Но все равно, когда я взвесилась, меня результат очень порадовал, так как 6 килограмм за месяц, при том, что диета была нарушена, меня это очень-очень порадовало. И что я хочу сказать, как получается, вот как видите, когда врач составляет режим питания, это совсем по-другому работает, чем мы просто берем диеты из журналов, из интернета, от подружек, или просто прекращаем есть. Так как врач, она знает, сколько, какие продукты содержат калорий, как работает организм, в какие часы, что нужно принимать. И, как видите, даже при отсутствии каких-то физических и постоянных упражнений, при отсутствии недели вообще без всякой диеты, я лопала и трескала все, что я хотела. И еще, что я хочу сказать, естественно, по выходным, мы выходные устраиваем барбекю, и один раз в неделю, естественно, помимо, как в этой диете разрешен один ужин или обед, вы можете съесть все, что захотите, и даже выпить бокал красного вина. У меня же, помимо бокала красного вина, был еще коктейль или мартини, ну, короче, углеводой, сладко-сахаросодержащий коктейль, который тоже аж как бы не способствовал похудению. Но, тем не менее, за месяц ушло 6 килограмм, что меня очень-очень порадовало. В общем, так, надеюсь, что диета продлится до конца августа. Надеюсь, что в этом месяце, да даже уже не в месяце, вот эти две недели с начала августа, как бы я больше занимаюсь, больше я уделяю времени и спорту, и ходьбе, и как бы начала заниматься обручем. не заниматься, а крутить обруч, так как у меня проблемная зона – это живот после вторых родов. Как бы я ни старалась, чтобы я не делала упражнения на пресс, не очень работают. И как бы я решила, что помимо упражнений на пресс, еще обруч – это будет дополнительный плюс к тому, чтобы убрать живот, который, естественно, есть после родов. Также я делаю обертывание зеленой глиной и ношу специальные шортики для похудения. Ну, это как бы они для спорта, для бега, но и со специальной такой вот они пропиточкой, что способствует уменьшению бедер и живота. В общем, вот такие вот у меня результаты, которыми я довольна. И надеюсь, что к концу августа я хотя бы не то, что приду к тому весу, который у меня был, у меня цели где-то 60-62 килограмма, ну, 64 допустимо, но хотя бы я приближусь к этой цели, так скажем. Все, спасибо всем за внимание, за просмотр. Будьте стройными, красивыми и не поправляйтесь. Всех люблю, целую, пока. Субтитры сделал DimaTorzok